Доброе утро, дорогие друзья! С вами Аберег Контевич, и в 20 летах мы сегодня начинаем на новой платформе вещать нашу программу пятничную, которая называется «Беследия Библины» И наши эфиры посвящены тому, как Библия относится к разным направлениям нашей деятельности, к разным сферам нашей жизни, и в том числе отвечаем на вопросы по Библии. Я отвечаю на вопрос по Библии, потому что, ну, во-первых, я хорошо знаю двойной звезд. Ну, надо, наверное, перебудить, потому что, ну, там же не было двойной звезды, потому что сейчас все в порядке. Попробуйте одеть на уши. Значит, я отвечаю на условиях в Играйском колледже. В Играйском колледже. Поэтому, собственно говоря, восьмом колледже очень много людей, которые, как и в Играйском колледже, не владеют. В Играйском колледже очень много людей, которые, как и в Играйском колледже, не называемые в Играйском колледже очень много переводов, которые были использованы со временем. Потому что сначала переводили в Играйском колледже, в Играйском колледже на русский. Ну, и вот единственное, что, скорее всего, Новый Завет, он достаточно полезный перевод, потому что там действительно есть прямой перевод с Играйском колледже на русский. Но, тем не менее, возникают вопросы, потому что все писание, которое было до этого написано, да, то есть когда Павел говорит, что все писание богодухновенно и пригодно для обучения, он не имеет в виду Новый Завет как книгу, он имеет в виду Новый Завет, потому что на тот момент, когда Павел писал, даже когда Иоанн писал свое Откровение, еще никакого Нового Завета как такового, как книги, не было, был только Ветхий Завет. Или Танах, да, Танах – это сокращение из трех букв, Тора, Невим, Товим, то есть Тора, Пророки и Писания. И поэтому сегодня мы будем работать вот над некоторыми моментами, которые пересекаются, ну, как обычно, да, которые пересекаются в Ветхом Завете с Новым Заветом и наоборот. И поэтому я приглашаю каждый раз людей, которые имеют вопросы. Сегодня это Иван Секретов, последние три раза тоже Иван Секретов, так получилось. До этого у нас были гости из Лондона и из других городов. Но вот сегодня Иван Секретов, который задаст свой вопрос, я постараюсь на них более подробно ответить. Пожалуйста, доброе утро. Доброе утро. Еще раз доброе утро, Авель. Так, ну, как будто тут несколько вопросов имелось. Сейчас я все под порядком их задам. А вот, собственно, первый вопрос. Соломона, 19 глава, 18 стих. Имеете в виду притчи? Да. Какая глава, какой стих? 19, 18. 19, 18, да. Наказывай сына своего, но, коли есть, можно, не возвращайся криками. Вопрос? Ну, как бы... А, подождите секунду. Нет, врун. До этого. То есть вот этот вот стих, это в ключе этого же вопроса. Но основной стих, это Соломона, 13, 25. 13, 25. 13, 25? Да. Праведники, досы, быстрые, тюрьмы, без закона. Нет, кто жалеет. Розги. 13, 25? Ты уже не путаешь? Сейчас, я уточню вот тебе. 24. Кто жалеет Розги своей, тот ненавидит цены, а кто жалеет, тот известный, доказывает его? Да, этот. Да, и вопрос в чем? Ну, как бы вопрос в плане вот... Вань, ты очень сильно хрипишь? Опять же, да. Ну, я попробую призовутиться, конечно. Вопрос задать, так что мы так медленно задай, чтобы было понятно. Ну, я буду отвечать, лучше перезагрываться. А, окей. Ну, к вопросу, включая от того, что, ну, в КБД, да, то есть... Есть одно мнение, что как бы там наказывать, я как бы показываю свою слабость. А с другой стороны, здесь написано, что если не наказываешь, что как бы... Ну, я так понимаю, заслуженно имеется в любом. В ключе 13-25 и ключе 11-18. То есть, я доказываю смысл его, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. То есть, пока есть надежда, то есть, если он идет по наклону вниз, то тут как бы имеется в виду применение наконания. Такое ли, есть надежда, чтобы он не свалился до самых низов, а... Ну, стиль. Я очень плохо тебя слышу. Я так догадываюсь, что ты спрашиваешь, можно ли наказывать святой притчей человека, да? Ну, в некотором роде. Окей, я постараюсь ответить на этот вопрос. Перегрузи, пожалуйста, свой компьютер и что там, потому что он служит политически, ничего не понятно, что ты говоришь. Окей, на самом деле, этот вопрос очень часто задают, очень задают очень многие, и на этот вопрос есть много разных ответов, много разных трактований. Да, мы знаем, что плохо слышно. Сейчас там у него какие-то проблемы с качеством интернета, он сейчас перезагрузится, и мы его снова услышим. Я надеюсь. Окей, значит, Ваня, ты здесь? Да, ну скажи чего-нибудь, пожалуйста, чтобы мы тебя попробовали услышать. Меня слышно. Тебя слышно, да, сейчас хорошо слышно, отлично. Значит, вопрос, который ты задавал, этот вопрос очень много разных. Есть трактования, есть много доктрин по этому поводу, но я хочу заметить, чтобы мы с вами говорили, так сказать, на одном и том же языке. Есть очень много вещей в Слове Божьем, в Писании вообще, в частности, в притчах Соломона, в частности, в Новом Завете, где есть указания на разные действия, которые на сегодняшний день просто неприемлемы. Ну, например, в то время, когда писался Новый Завет, еще было популярно рабство, да, и оно существовало еще некоторое время после этого. Но сегодня уже рабства нет, поэтому об этом говорить не имеет смысла, и мы сегодня пытаемся какие-то делать по заключению, что рабство, оно больше духовное, рабство, оно больше греховное, там и так далее. Поэтому есть вещи, которые на сегодняшний день просто неприменимы, как то, например, законы о рабстве, как то, например, законы о храме, законы о жертвоприношениях, законы о кошерной и некошерной пище, законы о послушании рабского, там и так далее. То есть на сегодняшний день есть вещи, которые уже неприемлемы, в том числе телесные наказания. Ну, мы знаем, что телесные наказания, они на сегодняшний день являются, ну, может, только в сильно отставых странах, там, Третьего мира, там, скажем, где-то мусульманские страны, африканские страны, где телесные наказания все еще существуют. Но в данный момент тоже телесные наказания – это совсем неприемлемый метод воспитания, но это не отменяет наказание другого. Например, если ты говоришь, что, ну, я надеюсь, ты меня цитируешь, когда я говорю, что да, человек, который наказывает физически своего ребенка, он просто проявляет свою слабость. Он считает, что он имеет право поднять на него руку только потому, что он его сильнее. Вот это, да, проявление собственной слабости и угнетение личности самого ребенка. Но наказывать, в смысле там, например, наказывать ребенка лишением каких-то удовольствий – это да, можно и нужно, потому что это и есть наказание. Для ребенка хуже всего, когда ему что-то непозволительное из того, что позволительно было всегда. Например, если ему всегда можно было смотреть телевизор в определенные часы, и вы его наказываете этим, то это для него очень серьезное наказание, потому что он чувствует, что его ущемляют в его правах. И он будет в следующий раз, если он захочет сильно посмотреть телевизор, скажем, там, мультики какие-нибудь, то он подумает 30 раз делать это или нет. Ну, то есть то, за что его наказали. То же самое с прогулками, то же самое. Ну, общением нельзя наказывать, да, уходи, я с тобой не буду разговаривать, пока там не извинишься. Наоборот, нужно сесть и объяснить ребенку. Но он должен понимать, что несмотря на то, что с ним общаются, он все равно будет наказан. Потому что, ну, это мучает вся Библия. То есть если есть какое-то, ну, неправильное вам так поведение, за него должно быть какое-то наказание обязательно, всегда. Понятно, что реальное наказание человек получает именно от Бога, но мы, как люди ответственные, как люди, которых поставил Бог на то, чтобы за этих детей отвечать, чтобы их воспитывать по слову, мы имеем право применять наказание. Но в то время было популярно наказание телесное. Я категорически против телесных наказаний. Я ни в коем случае не спорю с Соломоном. Но, опять же, он говорил о своем времени, о своих днях, о своих устоях и привычках. Здесь мы говорим о наших днях, и я считаю, что телесные наказания просто неприемлемы. Но это просто психологически неправильно. Потому что это реально... Во-первых, это учит ребенка, как поступать с его детьми. То есть, соответственно, он своих детей будет бить, если налево-направо. Потом это приучает ребенка к насильственному поведению, к отношению к окружающим. Потом мы встречаем подобное и в отношениях с женами, с мужьями. Ну, я не говорю про семьи верующих. Я говорю вообще. В семьях верующих я не знаю, кто-то применяет телесные наказания сегодня. Я не думаю, что там в этом есть необходимость просто. Поэтому я считаю, что телесные наказания это однозначно нет. А любое другое наказание, да. Например, ребенку обещали поехать куда-нибудь, ну, я не знаю, в зоопарк, скажем. А он провинился, ну, сделал какую-то вещь, которую нельзя было делать, там, скажем. Ему сказали, ну, там, я не знаю, мои дети уже выросли, как бы, я не помню, кто там что шкодил. Ну, скажем, не убрал в комнате, за это не нужно наказывать ни поездки в зоопарк. Но если он после напоминания, если нужно прибраться в комнате и так далее, во-первых, нужно проверить, ну, честно, психологию общения с детьми в ходе. Но, тем не менее, нужно проверить, объяснили ли мы ему вообще, зачем это нужно. Потому что, например, у меня двое детей, и первая, ну, старшая дочь, она как-то была более такая упорядоченная в этом плане. А младший сын, вот он поиграл там, где поиграл, там и бросил. Все, и объяснить ему, для чего нужно убирать, было очень тяжело, потому что, ну, у него уже голова в другом месте. Ну, вообще мужской мозг думает по-другому, не так, как женский. У него уже мозги в другом месте, он уже занимается другими вещами. И наказывать его за это бесполезно нет, потому что, ну, вот такая у него манера поведения, да, у него есть нарушение концентрации внимания, так же, как и у меня, кстати. И он не может много времени заниматься одним и тем же. Поэтому, если человек сидит, сидит, чем-то занимается, и на каком-то этапе ему хочется встать и уйти, и бросить это на том же месте, за это наказывать не имеет смысла. Он может просто объяснить, понять, договориться, и просто внести в привычку, чтобы человек начал просто по привычке своей что-то делать. Мы же человека приучили чистить зубы, приучили его там завтракать, приучили одеваться правильно. То же самое можно приучить, например, делать какие-то вещи, за которые потом не придется наказывать. Но наказание телесное однозначно это плохо. Но наказание, скажем, например, ребенок там, ну, привинился серьезно. Например, наврал там, что был в школе, а сам в школе не был. Ну, такой радикальный вариант, говорю. И вот за это можно не повезти в зоопарк. То есть, если это в школе, он должен понимать, что любое тайное все становится явным. Объяснить ему, опять же, по Библии все это искать. Ну, теперь извини. То есть, ты вот позволил себя обмануть, себя обмануть нас. Мы решили, что мы лишим тебя этого удовольствия. Но нельзя ни в коем случае, опять же, я считаю, мы отвлеклись от темы, но тем не менее, нельзя поехать самим и оставить его дома. Это категорически нет. То есть, никто не едет. Он должен понимать, что наказание коллективное. Это, кстати, и Библия учит, что один спасает, и из-за одного же наказывают. Поэтому наказание коллективное. То есть, из-за того, что он сделал плохой поступок, страдать будут все. И это очень сильное, мощное наказание, гораздо мощнее, чем физическое. Поэтому, опять же, по поводу физических наказаний, там, розыгрыш и все остальное. Да, написано там еще в одном из мест, по-моему, если я не ошибаюсь, притчи. И, по-моему, 20 стих, 20 глава, по-моему, 20 глава, 5 стих. Нет, 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 не помню. Там тоже, не возмущаясь и криком его, то есть, а, по-моему, мы его и читали. То есть, да, тогда было публичное телесное наказание. Вы же помните, что тогда детей было навалом в доме. И чтобы все остальные видели, как раз то, что называется на иврите, лиман, и рува, и рау, чтобы увидели и устрашились, вот тогда это было актуально. Сегодня я не считаю, что это актуально. Ну, вот данный вот метод наказания, то есть, в виде там лишения того, что там, ну, не поедем в зоопарк, как ты сказал, да? Ну, если там у ребенка вот этот вот метод наказания, он использовался, ну, изначально, да, то есть, если он там что-то провинился в чем-то, то ему делать такой метод наказания. Но вот скажу из множественных наблюдений, которые я вижу здесь у нас, не знаю, как в Израиле, но вот в России, если ребенка, ребенка такое наказание применить, он скажет, ну, ладно, и все. И он продолжит делать то же самое. То есть, он это не заденет вообще никак? Значит, нужно просто пораскинуть мозгами. Мы сейчас не говорим о воспитании детей, это у нас немножко другая тема. Но пораскинуть мозгами, например, и понять, что ребенку ценнее всего, и лишить его этого. Но физическое наказание – это не метод. Это потом маукнется и очень сильно. Потом физически дети будут наказывать своих родителей, потому что дети становятся сильнее, и они будут физически наказывать своих родителей. Если родители что-то из того, что сделали родители, им не понравится, они могут физически наказать. Потому что родители там приучили. Для ребенка это нормально. Побить там – это нормально. Окей, ну это мы уже сейчас будем внедряться постепенно в психологию. Да. Это мы отдельно проведем вебинар по психологии, если надо. Ну, окей. Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Это у нас… Это у нас… Ты опять захрипел. Я сейчас перезагружусь. Ну, пока вот Ваня перезагружается, хотел бы отметить, что да, действительно, в современном мире очень много… Ну, очень много, на самом деле, верующих притыкается вот в эти вот такие моменты, которые были тогда актуальны, там, 2000-3000 лет назад. Сегодня они уже, естественно, не актуальны. Ну, хотя бы только потому, что меняется, как бы, устой и так далее. И есть 10 заповедей, да, 10 учений, которые применимы к любому периоду жизни человека. И одно из них… Одна из этих заповедей – это возлюби ближнего, как самого себя. А если ты любишь ближнего, как ты можешь его убить? Ну, к примеру, да. Я предпочитаю в воспитании детей использовать метод коуча. Ну, может, я сам коуч, поэтому мне проще. Я предпочитаю вообще в работе с молодежью использовать метод коучинга. То есть, задавать вопросы и спрашивать, что человек думает на эту тему. Ну, в третьем лице, опять же. Поэтому, ну, это, опять же, из вопроса психологии и воспитания, но тем не менее. Елена, может быть, у вас есть какой-то вопрос? Коль вот вы уже здесь. Я готов. Евреям 12.5. Да. Евреям – это хорошая книга. Мне она нравится. И римлянам – одна из моих любимых мест. 12.5. Да. Что у нас 12.5? Так, у нас Ваня просится в эфир. Да. Тут задали вопрос, пока тебя не было. Евреям 12.5. Ну, это кусок другого стиха. Давайте прочитаем все вместе. Вы еще до крови, не до крови сражались, подвязаясь против греха и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господня и не умный, и не унывай, когда он обличает тебя. Надо другую Библию покупать. Все, глаза уже не видят. Ну, да, как бы. Но, опять же, здесь наказание Господне – это, я думаю, что в данном случае было бы не совсем корректно прибегать к тому, что наказание Господне, оно будет именно в качестве физического. Ну, я так думаю. Но, по крайней мере, если уже говорить о наказании, то здесь даже сноска есть. Я просто так смотрю, что 3.11. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Ну, вот, опять же, подтверждение того, что все Писание, оно основывается на Ветхом Завете. Да, это если был вопрос, то поясните, в чем вопрос. Если это просто комментарий, то отличный комментарий, да. Спасибо. Давай. Да, это вопрос. Подожди, это вопрос. А что за вопрос тогда? Вот я видел, вы, Елена задавала вопрос, Бог наказывает. Одни говорят, наказывают. То есть, я так думаю, что это вопрос. Наказывает ли Бог? Бог наказывает, конечно. Потому что там написано, кого любят, того и наказывают. Это неоднократно написано в Писании. Кого любят, того и наказывают. Смотрите, как бы, я сейчас не буду цитировать, мы уйдем далеко в теологию, но в общих чертах. Я надеюсь, что здесь люди, все, которые Библию читают и знают слово. Бог, вот после того, что произошло в Эдемском саду с изгнанием, да, с отлучением, так сказать, Бога от... Вернее, с отлучением Адама с Евой от Бога и изгнанием их из Эдемского сада началась программа искупления человека от вот этого вот греха. И в качестве людей, с помощью которых Бог хотел искупить все человечество от греха, были избраны несколько человек. Например, Ной, например, Авраам. Но с Авраамом был заключен односторонний завет между Богом и Авраамом. То есть всем потомкам Авраама даровано спасение и даровано все, что Бог обещал, да, и земля обетованная там и так далее. Для нас земля обетованная, это, конечно, небесный Иерусалим. Но в послании к римлянам Павел неоднократно пишет, что сегодня все язычники, имеется в виду язычники, не те, кто сегодня поклоняются идолам, да, язычники, которые не евреи имеются в виду, да, не евреи, которые пришли к Иисусу, к церкви, к Богу, они являются маслиной привитой, да, то есть они имеют те же самые обетования, что имеют евреи от Авраама. И на сегодняшний день вот это вот обетование, которое было через пророков и через Давида и через, впоследствии, через Иисуса было передано народу, да, в том числе, ну, в первую очередь написано евреям, потом и эленам, да, то есть сначала евреям, потом и всем остальным народам, которые привились к церкви. Оно в следующем, что есть Небесный Отец, и Небесный Отец, он кого любит, того наказывает. Но наказания от Бога не бывает, вернее, так, Бог сам никого не испытывает. Это тоже написано, да, хотя в некоторых местах, вернее, Бог никого не искушает, написано. Это в послании Якова написано. Но мы видим там в некоторых местах написано, что, скажем, что искушал Бог Авраама, там, когда говорил ему, принеси в жертву Ицхака и так далее. На самом деле это в тонкости перевода. Он не искушал там написано. То есть вполне возможно, что так перевели люди, потому что тогда не было другого слова, но там написано «венеса». «Неса» – это имеется в виду «испытывал», да, от слова «нисайон» – «испытание» на иврите. И там написано «не искушал Бог Авраама», а именно «испытывал Бог Авраама». И именно в этом вот очень важный момент, когда Бог посылает какие-то трудности. Во-первых, он, и это опять же написано в Писании, что никогда не поштет трудность, с которой бы человек не смог справиться. Во-вторых, наказание, оно в основном проявляется, если это Божье наказание, оно проявляется в основном в обличении. То есть если, например, человек где-то там согрешил в чем-то, обязательно последует обличение, обязательно последуют какие-то последствия этого всего. Очень важно понимать, что многие люди думают, что же я такого согрешил, что мне такие наказания посылают. Возможно, человек грешил, он хоть и верующий, но опять же, вот я в одной из проповедей в нашей церкви недавно проповедовал на эту тему, что когда пророк Натан пришел к Давиду и сказал ему, что он обличил его по поводу прелюбодеяния с Версавией и убийством Урии, тот просто покаялся и сказал, что согрешил я перед Господом. Ну вот вся, собственно, молитва покаяния, да, там не было никаких трехкилометровых простыней молитв, там со всеми перечтением всех грехов, он согрешил я перед Господом, но он покаялся. То есть Господь допускает, что если мы согрешили, а Павел пишет неоднократно, что все мы согрешаем, да, и, ну, такая природа человека, мы воплоти, которая согрешает, и ничего с этим не поделаешь. И поэтому, когда приходит этот вот грех, Бог, конечно, наказывает за это, но в каком случае, если человек не покаялся? Если вы читаете Откровение, там постоянно идет перечисление, что было какое-то излияние, какого-то гнева Божьего на землю, но всегда возможность покаяния, излияние гнева и всегда возможность покаяния. Поэтому Бог, конечно, наказывает, но не физически. То есть если мы думаем, что вот там человек, там, я не знаю, ну, болен чем-то, да, я всегда говорю вот про Иова. Недавно у нас была такая очень печальная новость, я думаю, что вы тоже знаете, ушел из жизни к отцу небесному президенту и основатель канала КБН Россия Игорь Никитин. Замечательный человек, мне посчастливилось его знать личность, сниматься с ним вместе в прямых эфирах. Кстати, сегодня в 7 часов вечера будет посвящена ему передача, я очень рекомендую посмотреть. Я, к сожалению, не смогу его посмотреть, потому что будем на служении. Но будет передача на ТБН, посвященная Игорю Никитину, и я рекомендую вам ее посмотреть. Вот Игор Никитин, ему 50 лет было всего на момент его смерти. Вот недавно, буквально месяц назад, полтора месяца назад праздновали его юбилей. И, к сожалению, он ушел из жизни после очень тяжелой болезни. Единственное, стоит вопрос, что же такое святой человек, который исцелял своими молитвами и своими служениями прямо на сцене, исцелял людей. Чем же он согрешил, что ему прислали такую болезнь? Но смотрите, когда мы читаем книгу Иова. Чем Иов согрешил перед Богом, что ему была наслана такая болезнь и все эти невзгоды? Ничем. Ведь на протяжении всей книги, например, мы читаем, что и этим не согрешил Иов перед Господом, и этим не согрешил Иов перед Господом. То есть постоянно у него размышления на тему не того, за что мне это, а размышления Иова на тему, где Бог, где в этом плане Бог. Но на самом деле Бог допустил это, чтобы испытать этого человека. И мы читаем в конце, что в последней главе в два раза больше, чем было у него стало, всего, что сатана у него забрал, в два раза больше воздал ему Бог. И наше воздаяние, опять же, не противоречит никаким образом. Я думаю, что, я уверен, что Игорь Никитин, светлая ему память, он получил свое воздаяние не в два, а в миллионы раз больше, чем сейчас. Мне даже тяжело говорить на эту тему. В Царстве Небесном с Отцом на небесах, потому что ему воздастся за всех. Плоды, они не бывают без последствий, никуда не уходят, никуда не деваются. Это человек, который сделал столько благих дел на этой земле, что ему просто воздастся, я думаю, и воздается уже сейчас. И я просто молюсь, чтобы так и было, чтобы ему воздалось там, в Царстве Небесном, именно как Иову во многократно. Потому что я не знаю, чем он согрешил перед Богом, согрешил ли вообще. Я думаю, что ему воздаяние будет там. Там Иисус написал, что там, где ваше сердце, там и сокровище ваше. А сердце Игоря Никитина всегда, всегда, всегда было с Богом. Всегда. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Нет наказания такого, что Бог наказывает, там и убивает, и передает болезни. Нет, это не от Бога. Бог никогда не наказывает ни болезнями, ни смертью, ничем. Бог наказывает только одним единственным испытанием. И все эти болезни, все эти, ну, все, что, короче, плохого, это все от лукавого, ну, совсем не от Бога. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, Елена. Если да, пишите да. Если нет, задавайте следующий вопрос. Не совсем. Хорошо. А что именно вы хотели услышать? Пока вы будете писать, Ваня, у тебя следующий вопрос. Я отвечу обязательно на все ваши вопросы, Елена, просто чтобы не задерживать эфир. Да, Ваня. Да, у меня компьютер решил перезагрузиться неожиданно. Я захожу и смотрю, никого нету. Вдруг появились. Окей. Значит, есть стих. Это у нас... Не показал это где. Сейчас, одну секундочку. Елена, вы пока пишите в чате вопрос, пожалуйста, который вы хотели... Может быть, конкретизируйте его, я с удовольствием вам отвечу. Просто я вот увидел в вашем вопросе то, что я увидел, старался в духе ответить. А если оно не совпадает с тем, что вы хотели, что вы ожидали услышать, ну, я извиняюсь. Просто конкретизируйте его больше, что ли. Тогда, может быть, мне будет проще понять. Да, Вань. Спасибо. Это у нас, значит, притчи Соломона. Так, притчи Соломона. Если я тебе зачитаю его, ты поймешь, где это написано? А то текст я перекопировал, переписал. Соломон, если не ошибаюсь, 25. 20 глава, 5 стих. Помыслы в сердце человека. А, это хорошее место. 25, это классное место. Просто, на самом деле, я очень люблю об этом месте много говорить, потому что вот в толковании притч очень важно понимать, с чем взаимосвязано, да, то есть откуда вообще взялись подобного рода мудрости у Соломона. Если мы говорим, что притча Соломона – это слово Божье, то он должен либо ссылаться на предыдущих каких-то героев книги, которые называются «Ветхий завет», либо должно быть какие-то ссылки, он должен ссылаться сам на себя и сам себе не противоречить. На самом деле, я специально изучал этот вопрос, я тоже не понимал, в чем смысл некоторых строк. И одна из этих строк, у меня, если знаешь, ты участник многих моих тренингов и по личностному росту, я говорил, кстати, об этом в телеэфире ТБН неоднократно, что вот это вот влияние того, что есть у человека в мыслях, на самого человека, он очень велико. И в данном случае написано «Помыслы в сердце человека – глубокие воды». Что такое глубокие воды в понимании человека, живущего на этой земле? Как ты думаешь, с чем у тебя ассоциируется слово «глубокие воды»? Ну, как бы, помыслы, ну, «помыслы в сердце человека – глубокие воды». Ну, само слово «глубокие воды» в чем ассоциируется? Вот Ирина предложила вариант «чужая душа потемки», например. Ну, нет, у меня это воспринимается больше то, что, ну… В данном ключе, если говорить, помыслы в сердце человека, то есть глубокие воды, то есть они как бы, ну, в сердце человека огромное количество помыслов, то есть поэтому глубокие воды… Нет, ну вот хорошо, само понятие «глубокие воды» в чем, с чем оно у тебя ассоциируется? Глубокие воды. Ну, я тебе говорю, ну, сейчас абстрагируйся от притч, вот я тебе говорю слово «глубокие воды». Ну, что-то объемное, это как бы вместительное, емкое… Переместись в Израиль, вот ты здесь неоднократно был. Вот где можно найти здесь глубокие воды? Моря. С чем связано было всегда море у людей? Обычно, с чем связывают люди море у людей, ну, вот в мозгах? Современные? Вообще, всегда, там, раньше, сейчас. Сейчас больше с отдыхом. Окей, ну, на самом деле, давай, я упрошу задачу. Всегда море было связано с двумя вещами. Во-первых, с романтикой, да, вот говорят, человек может… Да, совершенно верно, совершенно верно, Лена, страх. Первая романтика, да, вот говорят, человек может бесконечно смотреть на три вещи, да, как работает, как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. При этом это работа пожарной команды при тушении пожаров. Значит, ну, на самом деле, по большей части море вызывало у людей страх. То есть, глубокие воды – это когда… Чего человек больше всего боится в море? Вот если человек, например, плохо умеет плавать, и он плохо умеет себя вести на воде, ну, имеется в виду, он боится утонуть, что у него под ногами не будет дна. Если он это дно не видит, вот он голову опускает вниз, да, открывает глаза, если дна не видит, все, у него начинается панический страх. Это то, чего море не любит больше всего, кстати. Да и любая вода тоже, и в бассейне тоже. Так вот, это я просто как профессиональный пловец говорю в прошлом. Значит, когда человек связывает что-то с глубокими водами, у него это вызывает, первое, непостижимость, вот Елена правильно написала, непостижимость и страх. Да, у человека есть внутренний страх, что эти глубокие воды, они сильнее. Это все равно стихия, да, это стихия, которая была создана еще до создания мира. Помните, да, с чего начиналась Библия? В начале Бог создал небо и землю, и земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Да, то есть вода была прежде всего. И из этой стихии вышло все, и в эту стихию может быть поглощено все. Не зря домой крещение происходит в воде. Когда человек говорит о глубоких водах, он говорит о том, что если вот эти вот помыслы, да, вот написано, что мудрые, человек разумный или мудрый, да, там как там написано, вычерпывает ее. То есть нужно ее опустошать, чтобы воды были неглубокие, чтобы в них было не страшно ходить. Вот смотри, что происходит с человеком. Когда человек живет вот весь в себе, когда у него куча мыслей в голове, когда у него куча всяких там страхов, там еще чего-то, и он этому некому излить, то в этот момент происходит стресс. Он начинает понимать, что его мысли начинают давлять над ним. Он начинает, ну, вплоть до умственных помешательств может дойти. Поэтому что значит вычерпывает умный человек? Это не значит, что человек берет просто ведром, там, да, эти мысли вычерпывает из сердца. Они имеются в виду, что нужно кому-то их изливать. И когда мы эти вещи кому-то изливаем, вот некоторые люди ходят к психологу, там, да, некоторые там ходят, ходят, например, к пастору, там, или к другу, там, к брату, ну, исповедоваться, что называется, да, в своих грехах или в своих мыслях. Просто поделиться с кем-то, это очень важно. Причем не столько для мужчин, сколько для женщин, да. Вот для мужчин, как бы, отличие мозга мужчины от мозга женщины заключается в том, что мужчина может пойти, то я, например, могу позвонить тебе, там, тебе рассказать все, что мне насыщет. Просто так вот рассказать, там, излить все, что у меня, или у тебя, там, излить все, что у тебя есть. И все, и забыли просто. Ты вот вылил это все, у тебя опустошилось, и дальше по что? Вот написала, да, Елена, совершенно верно, святое место пусто не бывает, заменить одни мысли другими, да. То есть, чтобы заменить одни мысли другими, нужно от них мысли избавиться, да. То есть, нужно кому-то излить. Для женщины это нужно постоянно. Для женщины нужно постоянно кому-то чего-то рассказывать. Вот отсюда вот ты приходишь домой, да, уставшая, а тебе жена, ну, поговори со мной. Ну, поговори со мной. Ну, тебе сейчас не до этого. Потому что человек установлено уже учеными неоднократно, что человек может до двух часов в день думать ни о чем. Вот ему говорят, о чем ты думаешь? И человек ловит себя на мысли, ни о чем. Мужчина может сделать просто так вот, да, переключать на телевизоре канала просто и он не смотрит он был просто вот сам факт что что-то мелькает эта картинка да женщина этого не может делать женщины ну и наша женщина смотрит я не буду сдаваться в эти подробности но у женщин другой склад ума просто я всегда начинаю свои тренинги особенно личностного роста с фразы умных женщин не бывает это конечно вызывает тут же возмущение весь зал начинает кипеть особенно женщины там называют там то слушайте до конца ладно уже начал сказал а скажу б умных женщин не бывает я в этом подписываюсь и готов говорить о всегда везде с удовольствием и громко умная женщина это катастрофа если женщина была умный при цивилизация закончилась где-нибудь там уже на на этапе я думаю но я да потому что ни одна женщина не захотела бы жить там сколько они там почти полтора года жили в новом ковчеге женщина создана из ребра адама это единственная кость в котором нет вообще никаких нервов вообще внутри нет никаких нервов ни костного мозга ничего вообще пустая кость абсолютно там не пустота один воздух внутри и очень плотная по своей структуре и не зря бог создал еву из ребра адама из какой-то другой кости потому что женщину бог не наделил способностью думать думать он наделил к сожалению только мужчину способностью женщину он наделил другой способностью называется способность соображать да вот я так и знал что сейчас будет куча вопросов даже что не умеет думать и слава богу что она не умеет думать если женщина думает все с не лучше рядом не стоять это женщина катастрофа женщина должна уметь соображать соображать мы говорим по-русски и слова соображать это сопоставлять образы да то есть если женщина уже с этим один раз сталкивалась, она второй раз то же самое не сделает. Это мужик может ходить по одним и тем же граблям 10 раз. Ему лень в сторону их убрать просто. Он там каску оденет, средства защиты от граблей придумает. Грабли будут стоять на одном и том же месте. Только женщина способна, один раз наступив на грабли, переставить их в сторону или пойти другой дорогой. Мужчина на это не способен, потому что он думает. Если вы, мы опять же говорим по-русски, есть такая фраза, знаменитая русская руссконародная мудрость, которая звучит дурень, думка и богатеет. То есть, благодаря тому, что женщина не умеет думать, мы выжили до сих пор. Цивилизация наша выжила. Потому что если бы еще и женщины думали, то мы погибли бы моментально. Пример из природы. Горят джунгли. Сидят две пантеры, самец и самка, на ветвях. Почуяли запах пожара. Когда пантера чувствует запах пожара? За несколько километров. Что делает в первую очередь пантера-самка? Она быстро хватает своих детенышей и уносит их в самое безопасное место. Потому что она соображает, что огонь может их убить. А на второй раз такой риск не пойдет. Женщина и риск – это два несовместимые вещи. Именно потому, что она не умеет думать. Женщина соображает, что если сейчас пожар дойдет сюда, то детеныши могут погибнуть. Что будет делать самец? Он будет лежать до последнего. Уже когда огонь подберется к дереву, он думает, что-то жарко. Не переместиться куда-нибудь. Это потому, что он думает. Что-то хвост уже горит. Да, примерно так. То же самое и старый анекдот такой. Когда взяли мужчину и женщину для эксперимента и спросили у мужчины, вот если вы сейчас выйдете на Пятой авеню в Нью-Йорке, какая вероятность, что вы встретите Годзиллу прямо там? Он, значит, сидел, скрипел мозгами, там у него пар из ушей валил, такой, значит, там раскалился до Краснана, пишет 0,1 трехтриллионная часть процента того, что как ты к этому а вот формула. Да? Взяли женщину, спросили, какая вероятность того, что вы выйдете сейчас на Пятую авеню в Нью-Йорке и встретите там Годзиллу. Она не задумываясь говорит, 50 на 50. Что значит 50 на 50? Ну, либо встречу, либо не встречу. Потому, что женщина не способна думать. У нее два варианта, да и нет. Она способна только сопоставлять варианты. Именно поэтому женщину называют не умной, а мудрой. Говорят, женская мудрость. Да? У женщины есть мудрость и соображение, чего нет у мужчины. Мужчина должен приобретать мудрость, а у женщины она есть изначально. И поэтому я еще раз подтверждаю, умных женщин не бывает. И если ваша женщина умная, подумайте, женщина ли это. Женщина не должна быть умной, женщина должна быть мудрой. Это очень важно. Поэтому когда мы... Я к чему все это рассказал? Что мудрость человеческая, она от того... Вот это, кстати, написано в притчах... Где-то рядом здесь написано, в каком-то из соседних притчей. Сейчас, секунду, я найду. Я найду. То ли в 19 главе. Елена, вы не сильно обиделись? По-моему, я вам польстил. Женщина должна быть мудрой о нем. Мудрость, источник жизни. О, 18 глава, 4 стих. Слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. То есть, когда мы изливаем эту мудрость, изливаем свои мысли, в нашей голове, в нашем сердце рождаются какие-то мудрости. Потому что когда мы слышим то, что мы думаем, это очень важный момент, когда мы слышим то, что мы думаем, у нас начинается процесс соображения. И вот в этом проявляется мудрость, когда мы начинаем сопоставлять. Ага, вот это так, а вот это так, а это я сказал для этого, а это для этого. И отсюда возникает мудрость. И вот обратите внимание, что где-то здесь тоже в речи было написано, что человек там не умный, это кинвал звучащий, бить звенящий, кинвал звучащий. То есть, в нем есть много красивых звуков, но нет никакой пользы. Поэтому, если мы говорим о мудрости, то обязательно нужно свои мысли изливать, чтобы они не были, не накапливались у нас на сердце, чтобы они были глубокие воды, чтобы мы в один прекрасный момент не поняли, что там просто их столько, что от них невозможно избавиться. Поэтому изливать нужно из себя. Источник мудрости написано «струящийся поток». Нужно постоянно с кем-то делиться, потому что в любых... Нам иногда кажется, что то, что мы говорим, оно не самое умное, что можно было бы сказать. Но когда вы это говорите, другие люди, которые вас слушают, могут услышать в этом какие-то очень умные мысли или мудрые мысли и применить это в своей жизни и будут вам вечно благодарны, потому что они именно от вас то услышали. Поэтому, когда у вас накапливаются мысли, найдите кого-нибудь, кто мог бы вас выслушать. Обязательно. И излейте ему свои мысли. Если вы это сделаете один раз, два раза, три раза, не держите это в себе никогда. Причем это не должна быть ни жена, ни муж. Это должны быть какие-то посторонние люди. Ну, скажем, друг там, с которым вы не постоянно живете. Есть вещи, которыми вы будете делиться с женой или с мужем, если вы замужем или женат. Есть вещи, которые будете делиться с самыми близкими друзьями. В идеале, ваш муж и ваша жена должны быть вам еще и другом. Поэтому это в идеале. Ну, до идеала далеко еще. Сам человек не идеален. Поэтому у вас не должно быть там куча друзей. Друзей может быть один, два, может быть там три. Ну, обычно это один. У меня есть один или два друга, действительно, близких друга, с которыми я один из них Иван, с которыми я реально общаюсь. Для меня это друзья, вот как написано, да, лучше друг, лучше, лучше, лучше близкий друг, да, чем дальний брат. Ну, неважно, короче говоря, я всегда, например, найду с кем поделиться. А у некоторых в идеале, да, муж и жена – это вот одна плоть. И это и друзья, и супруги, и брат с сестрой, кстати, одномоментно, потому что мы все братья и сестры во Христе. И поэтому нужно всегда изливать из себя вот эти мысли, потому что кто-то другой может услышать какое-то рациональное зерно и применить, и сделать из этого какое-то там, может быть, даже хоть великое открытие. Поэтому вот я думаю, что то, что здесь написано, именно к этому я относюсь. Это опять же вот то, что мне всегда приходило в голову, и я с этим абсолютно согласен, ну, для себя. Возможно, у вас есть какие-то другие мнения, они имеют право существовать, иначе если бы не было между нами разногласий, то все было бы плохо. Павел пишет неоднократно, кстати, что должны быть между вами разногласия. Да, слушаю. Если я ответил на вопрос. Таня? Да, на мой вопрос ответил, да. Несколько вопросов параллельно разбирали. Я думаю, что... Если у тебя есть короткий вопрос, еще один, то давай ответим, потому что мы уже 45 минут, а я хотел закончить за 40. Плоды духа. Что плоды духа? Так, ну, тут смотри, тут два вопроса есть, давай я тебе их оба задам, а ты выбери. Я выбери. Ты выбери. Какой для тебя самый главный, тут и выбери. Ну, давай, допустим, вот этот вот. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыто есть хлеб. Это тоже притча Соломона 20-13. 20-13. Не люби. Так, ух, это твой просто хлеб. Секундочку. Можно я проверю, что в Еврике написано по этому поводу? Елена, вы написали слово плоды духа. Если бы вы могли еще пояснить, что вы имели в виду, то я был бы вам очень благодарен. 20-13. Гартуавшина. Я знаю, как ответить. Ну, я бы ответил на этот вопрос, но это будет очень длинно. Иисус сказал, я езжу хлеб жизни. Едущий меня не будет толкать никогда. И он всегда говорил, бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет Господин ваш. То есть, если мы хотим есть хлеб полноценно от Иисуса, от Спасителя, то нужно быть просто всегда в бодрствовании. Есть люди, которые говорят, ну, поспали. Сейчас вот поели, теперь можно поспать. Вот поспали, теперь можно поесть. Так не бывает. Нужно постоянно бодрствовать. То есть, нужно всегда помнить, что притчи, это не всегда нужно понимать в буквальном смысле. Притчи, это всегда что-то, что имеет какую-то аллегорию. бодрствовать духом. Бодрствовать духом, естественно. Ну, это опять же, я говорю, что так я вот это увидел прямо сейчас. Хороший вопрос, но длинный. Можно отдельную передачу создать именно в ответ на этот вопрос. Так, вот Елена задает вопрос, что прежде всего воспитывать в себе? Плоды духа воспитать невозможно. Плоды духа это то, что мы приносим. Ну, давайте сейчас, если вам не трудно, киньте мне место писания, я не помню точно, где это написано. Плодов духа. Там написано, что у нас плоды плоти, а что плоди духа. Давайте быстренько тогда я один задам, пока не помню, пишут. Не помню. А, все, вспомнил. Это Галатам. Только надо вспомнить главу. Это Галатам. Галатам, Галатам. Сейчас быстро найдем. У меня в Библии это отмечено однозначно. Так. О, точно. Галатам 19 глава. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Ну, мы помним, что послание к Галатам было написано именно по поводу вот этих вот всех законнических лшеучений, которые появлялись в церкви. Так вот, плод духа это то, что нам дает, то, что мы производим в духе. Их невозможно воспитывать в себе, их нужно просто проявлять. Плоды духа должны быть проявлены. И плоды духа, они должны быть проявлены одновременно. Это как бы чисто теологическое учение, которое вы найдете у любого богослова, какого вы бы ни читали. То есть, есть служения, в которых мы проявляем эти плоды, но эти плоды, они должны быть вместе все. Вот если мы рисуем, да, вот как в коучинге принято, вы рисуете такую пиццу, да, такой круг, в нем, значит, восемь этих самых, восемь треугольников, если вы их распишите в этих треугольниках, все вот эти плоды, они у вас должны быть одномоментно. Но, к сожалению, этого не происходит, потому что где-то мы там не проявили кротос, где-то не проявили долготерпение. Но вот эта любовь, о которой говорит Бог, и о которой говорит нам Бог в Ветхом Завете всегда говорит, и через Иисуса Бог говорит нам это в Новом Завете, он сочетает в себе все, он абсолютно всеобъемлющий. Плоды Духа, это есть проявление Божьей воли в виде человека. То есть, вот эта любовь, с которой все начинается, вот обратите внимание, что здесь начинается любовь, дальше написано, что есть вера, надежда и любовь, но главное из них любовь. Любовь, она, в общем, включает в себя все, вот, любовь не может быть без долготерпения, я думаю, что вы со мной согласитесь, любовь не может быть без мира, да, любовь не может быть без благости, любовь не может быть без милосердия, любовь не может быть без веры, без веры вообще, Вообще у евреев написано, что без веры вообще Богу уходить невозможно. Любовь не может быть без кротости, любовь не может быть без воздержания. Опять же, воздержание может проявляться в разных вещах. Например, воздержание от плоских грехов. К примеру, простой пример, вас там подрезали на дороге, и вам хочется открыть окно и изложить всю генеалогическую информацию о всех ваших предках, о всех его предках, вернее, и так далее. Это есть невоздержание. Это есть и проявление недолготерпения. То есть все взаимосвязано здесь в данном случае. Если мы изливаем вот такой вот гнев на кого-то, то где там любовь, где там кротость, где там мир, то есть так далее. То есть нарушение одного из плодов духа, вернее, не проявление одного из плодов духа, оно влечет за собой угнетение всех остальных. То есть невозможно любить, но при этом быть невоздержанным. Невозможно быть в вере и при этом не испытывать любовь. То есть всегда нужно смотреть, чтобы все было, так сказать, все в целом. Это привычки, будем так говорить. А если вы сейчас с психологической точки зрения, это привычки. И привычки нужно в себе вырабатывать. Что вырабатывать одновременно? В первую очередь мне трудно сказать, потому что я не знаю, какие плоды духа у вас есть сегодня. Сильные стороны, какие слабые стороны. Кстати, вы можете обратиться ко мне, я вас могу по этому поводу проконсультировать. Что из ваших плодов в вашей жизни, какие плоды больше всего нужно проявлять. Но я считаю, что это все должно быть одномоментно развито. И даже не то, что там вот прямо сейчас вот развито и на 100%. Если будет на 100%, у нас засветится нимб вокруг головы. Это должно просто пропорционально всегда развиваться одномоментно. И если я как бы вот достаточно понятно изъяснился на эту тему, то хорошо. Если нет, то я могу вам нарисовать. Если найду, куда положил фломастер. Ну, вряд ли я их найду сейчас. А так бы мог нарисовать. Сейчас, секунду. Нет, это не фломастер. Я не помню. Не важно. То есть я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. И я, наверное, ответил на ваш вопрос. Если нет, обращайтесь лично. Я вас проконсультирую на эту тему. Денег это не стоит. Окей. Да, Вань, ты хотел какой-то еще вопрос задать. И давай будем закругляться. Мы уже час почти вещаем. Не почти, а вот через 5 минут как. Так, что за вопрос? Если он короткий, то быстренько на него. Первая Коринфянам, 14 глава, 34-35 стихи. Первая Коринфянам. Про женщин. Ага. У нас уже это второй вопрос про женщин. Сегодня. Женщин он любил говорить, да. Да, да. Вопрос в чем? Ну, собственно, вопрос. Но это не мой вопрос, это вопрос от моей жены. Почему, собственно, женщине нельзя говорить в церкви, а только лишь у мужа? А, окей. Ну, давай так. Опять же, послание Колоссянам. Там есть ответ на этот вопрос. Он всегда подтверждает то, что он говорит. Это Колоссянам... По-моему, третья глава. Третья глава. Да, третья глава, 18 стих. Жены, повинуйте своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен. Это первое, да, то есть там, где мы говорим о почитании. А второе, это первое послание Тимофею. Там тоже... И у меня, кстати, это отмечено, поэтому я так быстро говорю, где что находится. Мы на эту тему уже разговаривали как-то, я не помню, то ли с тобой, то ли с кем-то другим. Но первое послание к Тимофею, это... Голова... По-моему... Так, какая-то глава, я не помню. Сейчас. Так, первое к Тимофею. Там глав немного, но, по-моему, это третья глава. Так. Нет, не третья. Первое к Тимофею. Где же это было? Сейчас, секунду. Я прошу прощения за задержку. Я просто хочу найти, прочитать это местописание. Оно очень важно. Оно очень важно. Если я его не найду, вдруг, то я вам просто перескажу, о чем там ведется речь. Там ведется речь о том, что Павел не разрешает женщинам проповедовать. Окей, вторая глава, одиннадцатый стих. Первая Тимофея, вторая глава, одиннадцатый стих. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам, причем, но жена, пристившись, впала в преступление. Впрочем, спасается через чадородие, если пребудет в вере, и в любви, и в святости, и в целомудрии». То есть это не первый раз, когда мы видим, что учить жене, что нельзя говорить в церкви. Имеется в виду, что нельзя учить в церкви, потому что мы знаем, что мы пока что находимся во плоти. И не важно, что мы с вами являемся людьми, рожденными свыше, мы все еще живем во плоти, а плоть, она грешна. И мы помним, что согрешила, в общем-то, Ева именно плотью своей, да, плотскими своими желаниями. Мы сейчас об этом читали, что такое похоть и плоти и так далее. И поэтому весь приговор, который был зачитан в книге «Бытие», 3 главы 14 стиха по, по-моему, 19, это был приговор именно жене, то есть женщине. Там все было связано с женщиной. И то, что появится спаситель из семени женщины, да, то есть от наследних женщины будет обязательно. Именно поэтому мы читаем, что Мириам была матерью, ну, Мария имеется в виду, была матерью, а Бог был отцом. Все это взаимосвязано идет еще вот оттуда. Корни у него растут именно оттуда. Почему Павел, будучи искушенным во всем, во всем, во всем, что касается Писания, мы помним, да, что он был фарисеем из Халена Бениаминова. Он учился у одного из ведущих, там, богословов того времени, у Гамлила. И он просто знал Писание досконально. То есть я не думаю, что был кто-то еще из апостола, кто так бы знал Писание, как знал Павел. Мы это читаем во всех его абсолютно посланиях. И он именно поэтому и пишет, что все это идет оттуда. То есть учить женщине нельзя. Но это не значит, что ей нельзя разговаривать. Ей можно пророчествовать. Мы видим очень много пророчец, которые были на протяжении всей и ветхозаветной истории, и новозаветной истории. Но учить женщине нельзя. Это то, что пишет Павел. А Джойс Майер? А, окей. Вот, теперь я хотел сказать. Теперь на сегодняшний день я... Ну, смотри, давай так. Я ничего против Джойс Майер не имею. Я ее слушаю периодически. У нее есть здравый смысл в ее словах. Очень много интересных вещей, которые она говорит. Для женщин это очень вообще классные проповеди. Но Джойс Майер, скорее всего, она евангелист больше, чем учитель. То есть она берет Писание и изучает из него какие-то моменты. У нее есть, конечно, куча ляпсусов. То, что касается особенно Ветхого Завета. Она там, ну, будем так говорить, плохо плавает в Ветхом Завете. Она больше евангелист Нового Завета. Ну, как и, в общем, все современные евангелисты не мессианского толка отделили четко Новый Завет от Ветхого. Ну, посмотрите, в интернете зовут ее Джойс Майер. Она есть и на русском языке, и на английском языке. Она очень интересный такой интернет-проповедник. Но я не люблю интернет-проповедников. Опять же, я не обобщаю, хотя я сам являюсь интернет-проповедником, но не в том плане, что я не собираю залы на миллионные на то, чтобы проповедовать вещи, которые иногда вот ее слушаешь и думаешь, господи, где над вот этой ерунды напролазь. Причем не по части слова Божьего, а по части истории. Есть много таких проповедников. Например, вот в последнее время очень сильно разочаровывает Перри Стоун, который тоже иногда рассказывает такие вещи, что диву даешь вообще, где он историю изучал. То есть такое ощущение, что он с Марса прилетел там, где-то марсианскую историю изучал. Но тем не менее, они евангелисты, помазанные люди. Они все рождены свыше. Они все крещены Духом Святым. И поэтому нет никакого... Вот сюда какая-то мошка ко мне в квартиру залетела. Уйди, уйди. Уйди. Все, надо заканчивать. Уже мошке даже надоело. Так вот, она помазана Духом Святым. Я не считаю, что ее учение – это уже учение. Ну, ни в коем случае не уже учение. Эти люди просто... Они говорят в духе. Вот видно, что они говорят в духе. Но у них как бы нужно там делать разграничение между богословием и историческими фактами. В богословии, они, конечно, впереди планеты всей, что называется. Но в исторических фактах у них, конечно, сильно все хромает. Не у всех, но хромает. Поэтому я вот, например, делю. Я фильтрую то, что говорит, например, Джойс Майер, тот же Кэрри Стоун. То есть все, что касается богословия, я воспринимаю. Уши открыты, сердце открыто. А все, что касается истории, я фильтрую. Просто не обращаю это в него, потому что я знаю, что все на самом деле не так. Ну, это нормально. Это вполне нормально, потому что ненависть церкви к евреям, она была очень много-много-много лет культивируема во всех направлениях церкви. И даже в протестантской. Сам Мартин Лютер был внутренним антисемитом. И очень много протестантских правоведников тоже. Но сегодня все меняется. Все понимают, что без евреев спасение никакого быть не может. Поэтому все меняется. И люди изучают. Поэтому нужно, так сказать, прощать. Если Бог прощает грехи побольше, чем эти, то если кто-то там ошибся в историческом факте, ничего страшного. Все встанет на свои места. Елена спрашивает, откуда понятно, что они помазаны. Ну, видно, когда человек вещает в духе, он, ну, как бы, помазание Духа Святого, во-первых, Дух Святой на нас всегда. Да, вот смотрите, как мы родились свыше, если мы родились свыше. Если покаяние наше было искренне, мы искренне веровали в сердце, исповедовали устами веру свою, то мы рождены свыше после крещения и помазаны Духом Святым. Но, опять же, помазание, оно может быть разное. На разное служение. И одно из этих служений – это пророческое, одно евангельское, одно… Но вот мы сейчас с вами говорим о помазании проповедническом, да, то есть евангелистском. И я считаю, что проповедь Евангелия, оно помазание особенное. И его нужно действительно… Его умом не понять. Евангелие – Бога вообще умом не понять. Вот я читаю, особенно в Ветхом Завете, Бога умом не понять. Бога нужно понимать сердцем, принимать на веру все, что делается и все, что говорится. Потому что без веры мы ничего, опять же, не можем сделать. И без веры уводить Господу невозможно. Вот, собственно, то, что я хотел по этому поводу сказать. Если я ответил на твой вопрос, Ваня, то, значит, ответил. И на ваш вопрос, Ирина, тоже. Ох, мы уже больше часа вещаем. Да. Ну, в общем, да, только… То есть тут имеется в виду не то, чтобы как бы вообще… Что я перефразирую. Разве в этом стихе не имелось в виду, что женщине нельзя в церкви спрашивать, а не вещать? В церкви спрашивать нельзя, да. Спрашивать нельзя. Опять же, ну, смотри. Ты разговариваешь с мессианским проповедником, который основывает свое учение все-таки на совокупности Ветхого и Нового Завета. Женщина один раз уже ввела в соблазнение мужчину. Это было в Эдемском саду с плодом запретного дерева. Поэтому будем так говорить, что эмоционально, опять же, я говорю, что женщина умной не бывает, она должна быть мудрой. Один раз она спросит и получит ответ, который ее недовольтворит. Она будет понимать, что ей больше спрашивать нельзя, и спрашивать больше не будет вообще никогда. С другой стороны, она получит ответ, который ее удовольтворит. И она будет понимать, что чем больше она будет спрашивать, тем больше будет получать ответов. Как мы уже знаем из истории, опять же, из библейской истории, с самого начала, с бытия, что сатане было проще соблазнить женщину, чем мужчину. Именно поэтому он подошел именно к Еве, а не к Адаму, потому что Адам, скорее всего, пришли в боевую все. А к Еву было проще соблазнить, поэтому женщина может соблазниться. Опять же, не от Бога, не потому что она такая плохая. Просто сатана будет через нее работать, задавать вопросы, которые будут, будем говорить, провокационными для всех остальных, то есть вопросами, через которые верующие могут приткнуться. И поэтому написано, что не просто не спрашивай, а не спрашивай в церкви, спрашивай дома у мужа. То есть задача какая? Чтобы женщина спросила у мужа, муж спросил у священника, да, или у Бога, или там, ну, с чем больше мужчина общается в этот момент и на каком уровне его духовное развитие. Объяснение тому написано, что женщина, она должна быть покорна мужу, да, это написано, по-моему, и здесь дальше, что она должна быть покорна мужу, потому что женщине глава муж, а мужу глава церковь, да, то есть как в церкви глава Христос. То есть мы, когда читаем все жизнеописание Христа в Евангелиях, мы видим, что он давал заповеди, он сам был Бог на 100%, не на 100% человек, он давал свои заповеди, но когда ему нужно было совета или защиты, он шел, как человек стопроцентный, просил защиты у Небесного Отца. Он сам мог, как он говорил, призвать легионы ангелов для своей защиты, но в данном случае он шел именно к Небесному Отцу своему и спрашивал у Него. То же самое здесь. Если женщина покорна мужу, как церковь покорна Иисусу, а Иисус, соответственно, Иисусу глава Бог, то должна быть такая же иерархия в семье. То есть женщина спрашивает у мужа, муж спрашивает у церкви или муж спрашивает у Бога. Поэтому не спрашивать нельзя, но спрашивать нужно в правильном месте, потому что, ну, так говорит Писание, опять же, мы многие вещи должны принимать на веру, как бы нам не хотелось, чтобы это было по-другому. Ваня? Окей, понятно. Ну, в принципе, вопросы на данный момент у меня исчерпались. Ну, отлично. Мы так уже час вещаем. Я приглашаю вас, всех, кто слушает сейчас этот эфир, и вас, Елена, кстати, присоединиться к нашей странице, которая называет... Ну, я вам давал на нее ссылку, можете там задавать свои вопросы. Можете подписаться на мой канал и вот этот вот здесь на Аблабе и слушать наши следующие передачи, участвовать в них, принимать участие, задавать вопросы. Пожалуйста, с удовольствием на любые вопросы можем отвечать здесь, касающиеся Библии. Желательно, чтобы они не были, как у Вани, в самом начале касались, чтобы психологии, потому что психология – это немножко не из этой оперы. Еще раз ссылку. Пожалуйста, еще раз ссылку. Значит, переходите туда, и там получайте все ответы. Ну, то есть, во-первых, вы прослушайте предыдущие наши записи, и они там постоянно пополняются. Сегодняшняя запись тоже там будет, только аудио, не видео. Видео будет на Ютьюбе. Вот вопросы свои можете задавать там, в чате, и мы их копим обычно к эфиру, и я отвечаю в первую очередь на те вопросы, которые есть в чате, а потом уже на вопросы приглашенных наших гостей. Проводим регулярно каждую пятницу в 10 часов по Израилю, в 11 часов по Москве. Всегда. То есть, ну, только если будут какие-то там очень форс-мажорные исключения, ну, таких обычно не бывает у нас. Ну, там есть интернет, не сработает. В общем, я постараюсь выйти даже с мобильного телефона в интернет, то есть, не будет такого, что в служении этого не будет. У вас написано в письме 23.00. В моем письме написано 23.00. Где написано? Написано каждую пятницу в 10.00. Я не знаю, где вы увидели, про письмо. Нет, там написано 23.10.15. Начнется в 11.15. В 10.15. Мы тогда задержали на 15.00 эфир. Там не написано по поводу 23.00. Может, вы что-то не так прочитали? Но, тем не менее. Окей. Если больше вопросов нет, я приглашаю вас задавать все вопросы в чате на странице трансляции. А с вами мы... Опять, 20.00 октября... Нет, это что-то неправильно. А, ну да, 23.00 это по восточно-американскому времени. Это в Америке сейчас 23.00. В Америке. А в Израиле это вот, соответственно... Ну, то есть, считайте так, что... Да, это из... Это из-за них, да, это не из-за нас. Считайте так, просто считайте, что по Израилю это в 10.00, а по Москве это в 11.00, соответственно. Если вопросов больше нет, то давайте заканчивать. Спасибо всем за внимание. Будьте благословенны. Пусть у вас будет хороший конец недели и хорошая неделя. Пусть Господь благословит вас во всех ваших начинаниях, во всех делах. И до новых встреч в наших эфирах. Пишите свои вопросы, пишите свои пожелания, и мы постараемся на них ответить. Приглашайте своих друзей. Делитесь этим эфиром в ваших социальных сетях. Он здесь остается навсегда. Вы можете его давать людям смотреть. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока. Всем пока.